всем доброго времени суток я нахожусь в амстердаме и хочу поговорить про на мой взгляд очень интересную вещь амстердамские дома многие как бы задаются вопросом почему амстердамские дома такие кривые самые кривые дома в мире и я мне так кажется что я как строитель работающий на этих территориях порядка двух лет общаясь с местными жителями в том числе довольно преклонного возраста мне кажется я нашел секрет готовым с вами поделиться ситуация примерно следующая все знают что такое голландское домостроение поскольку весь амстердам стоит на болоте он соответственно стоит на сваях то есть под каждый дом забивается свая и на этой своей стоит дом так вот что я интересное заметил то есть в амстердаме на самом деле не все дома кривые то есть часть домов действительно идеальные а часть домов не очень так вот на мой взгляд это происходит следующим образом стандартно в амстердаме нет леса это болото и лесу им всегда экспортировали шведы то есть шведы всегда присылали сюда шведскую сосну который называется дуглас дуглас это такой вид сосны который растет на высокогорье и от ветра его то есть ветер постоянно дует и немножко крутит эту сосну и она получается такой более жилистый что ли более устойчивый то есть именно из дугласа забивали свои на этих своих делали дома через какое-то время петр первый приезжает амстердам смотрит технологии как строится амстердам как он развивается ему приходит в голову на самом деле гениальной мысли почему бы не бить свои с лиственницы и вот начиная с этого момента в амстердаме появляются прямые дома то есть после того как россия начала поставку лиственницы в амстердам здесь существенно произошла определенная революция то есть здесь амстердаме традиционно весь грунт был насыпной то есть амстердамцы всегда у моря отвоевали земли каким образом они просто на телегах на гужевом транспорте привозили землю и делали насыпку соответственно это не была качественная насыпка это была ну а бы какая земля поэтому ее частенько размывала и если все города мира растут то есть за счет количества мусора увеличивается уровень земли и дома как бы погружаются в грунт то в амстердаме другая ситуация за счет того что здесь каналы реки вымывают это постоянно то амстердам получается как бы не удел дома постоянно выше а уровень воды ниже плюс не будем забывать их не урастительную систему то есть она позволяет сливать воду стану в определенный момент и доливать плюс ошибки местные архитекторах то есть они проводили всякие инновационные какие-то строительства в этот момент полгорода то сушали то подтопляли и получается какая интересная ситуация если у вас дом стоит на дугласе на сосне то в результате вот этих потрясений они теряют свое свойство если ваш дом стоит на лиственнице у вас нет такой проблемы то есть получается таким образом петр первый в частности россии они участвовали в качестве жизни улучшение жизни амстердамцев то есть там где российская лиственница там проблем нет там где шведский дуглас там есть проблемы вот оттуда часть домов кривые а часть домов прямые а проверить это очень легко амстердамцы благо на каждом доме ставят дату когда данный дом был построен мы по истории знаем в каком году здесь был петр первый и именно с этого момента хотя много лет прошло дома действительно прямые когда вам будут говорить гиды у вас теперь будет своя версия почему дома амстердаме кривые а часть из них надо иметь было дело с россией было бы у вас все хорошо а а а Субтитры подогнал «Симон»